Они давно не виделись, а кажется, будто и не расставались. Слишком живые картины рисует память, поэтому и вспомнить хочется все, и как познакомились, и как работали. Раньше, рассказывает Гильда Бот, 23 года возглавлявшая районное управление образования, к подбору кадров относились более чем серьезно. Например, директор не мог быть беспартийным. Кроме того, кандидатуру на столь ответственный пост должны были одобрить на всех уровнях, и на районном, и на областном. Было бюро горком партии, был зампред из полкома, и только потом ехали мы в МОЗ Аблано, не я назначала там, или Раиду Михайловну, а мы ехали в МОЗ Аблано, и там проходило назначение. Собравшиеся в актовом зале лесногородской школы не понаслышке знают, как тщательно тогда подбирался педагогический коллектив, и как серьезно к этому подходила Гильда Александровна. Она практиковала свой способ проверки учителей. Я помню, как Гильда Александровна проверяла знания, качество профессионализма наших учителей. Она, вы все выйдете, я остаюсь с детьми. И она у детей спрашивает, это очень важно, она спрашивает, ребята, вот у вас были внеклассные мероприятия, какое мероприятие вам больше всего запомнилось и осталось в памяти? И больше ничего не надо спрашивать. Уже проверка, ага, ничего не запомнили, значит, по литературе не было внеклассных, по русскому не было, математика Олимпиады не было. Вот то, что они запомнили, тот учитель хорошо видит. У тебя такая умная. Вот такая умная. И еще одно правило Гильды Бот. Каждый ученик должен быть активным участником урока, пусть даже в классе 30 человек. Сделать это непросто, но педагоги стремились, и результат такой работы не заставлял себя ждать. А для кого-то заслуженный учитель России и вовсе стала педагогической мамой. Некогда учитель информатики, а теперь директор Дубковской школы Андрей Калинин признался. Гильда Александровна сыграла в его жизни важную роль. Во многом достижения, ну, мои скромные достижения, так скажем, которые не стараются перечислять, я хочу сказать, что во многом благодаря именно вашему персоналу вниманию. И это был не единичный случай, а система. Поэтому в педагогическом сообществе выдвижение Гильды Бот на звание почетных гражданин Одинцовского района и поддержали единогласно. Общее мнение собравшихся выразил глава лесного городка. Вот когда мысли народа, мысли власти, вот они просто сходятся. И только один вопрос, почему не сделали раньше? Совсем скоро заслуженные педагоги планируют встретиться вновь. Правда, уже в новом здании лесногородской школы. Евгения Августина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин